Не допустить продления контракта о поставках электроэнергии в оккупированный Крым призывают лидер крымско-татарского народа Мустафа Аджемилев и нардеп Георгий Лагвинский. Они обнародовали результаты служебной проверки Кабмина обстоятельств заключения скандального контракта, подписанного между государственными предприятиями России и Украины год назад. Согласно выводам, трехсторонний договор на поставки электроэнергии в Крым содержит признаки целого ряда преступлений. К тому же, по данным расследования, только в январе этого года он причинил убытки госбюджету на сумму около 100 миллионов гривен. Одной из сторон контракта, по словам Лагвинского, является Крымэнерго. Украинское предприятие, отнятое оккупантами. На данный момент оно не имеет никакого законного статуса. И заключать контракт с ним украинские чиновники права не имели. К тому же, в отношении нынешнего руководителя Крымэнерго Виктора Плакиды открыто уголовное производство по статье 111 госизмена. Лагвинский утверждает, что контракт лоббировали лица, приближенные к российскому бизнесмену Константину Григоришину. Сам бизнесмен тоже признался в СМИ, что принимал участие в подписании договора. Нардеп уверен, те, кто способствовали заключению энергоконтракта, скрывали этот факт и пытались скрыть другие его детали. И так, например, в рамках служебного расследования фигурировал контракт, вроде похожий, только вместо слова «Крымский федеральный округ» здесь написали «Крымский полуостров». Однако лица, которые пытались скрыть эту историю, не обратили внимания, что копия оригинального контракта осталась в таможне. И он выглядит немножко по-другому. На нем есть печать таможенных органов. Лагвинский отмечает, что скандальный контракт следовало бы разорвать. Однако по условиям документа это не так просто. Все споры по нему должны рассматриваться российским арбитражным судом. То есть надеяться на его объективное решение невозможно. По итогам служебной проверки Кабмина было рекомендовано вынести на рассмотрение парламента вопрос об увольнении министра энергетики Владимира Демчишина. Однако он до сих пор занимает свою должность и публично заявляет о необходимости продления контракта. Ну это примерно так. Скажем, во второй мировой войне Советский Союз какой-то министр приносит постановление передавать гитлеровцам на оккупированной территории продукты питания, электроэнергию, потому что там остались наши граждане. Вот представьте, что было бы с этим министром. Мы об этом, конечно, будем говорить с президентом. Я думаю, все-таки этот договор не будет подписан, но я хотел бы, чтобы об этом знала общественность. Нардепы требуют не просто не продлевать контракт об энергоснабжении Крыма, но и ввести энергоблокаду полуострова. Украинские власти заявляют, что перед этим необходимо обезопасить регионы Украины, которые могут пострадать, если российская сторона примет ответные меры и тоже ограничит энергопоставки в страну. Почему, если более 95% крымских татар говорят, отключайте все, прекращайте все, любые поставки мы готовы терпеть, лишь бы эта оккупация кончилась? А почему там не могут потерпеть временные неудобства, связанные с поставками электроэнергии? Где тут у нас такое равноправие? Эти разговоры о том, что вот там будет плохо, там будет темно, а вот тем людям, нашим ребятам, которые на границе погибают, это что, легко? Где же так однозначные отношения ко всем нашим гражданам? Между тем, компания TNS Online Track огласила результаты своего опроса относительно мнений жителей материковой Украины об энергоблокаде Крыма. Согласно ее данным, эту идею поддерживает почти половина граждан. Против нее высказались 38% респондентов. Опрос был проведен в октябре. Больше всего сторонников энергоблокады среди жителей западных и центральных регионов страны.